Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Сегодня множество бездельников только и делают, что хайпуют, оскорбляя разработчиков школьными обзывалками, выдавая свой низкий интеллект и потребность во внимании за объективную критику. Baldur's Gate – плохой. Starfield – плохой. Патч на Darker – плохой и так далее. Может, если ото всех воняет, это ты обосрался? Вопрос риторический. Оригинальный текст патча Dark and Darker и его перевод вы можете сейчас видеть на своих экранах. Многие выбирали класс разбойника, потому что он был удобен для соло-одиночек. Согласно статистике, он был самым эффективным классом для PvP на всех картах. Недавно в топ влетел еще Варвар. Собственно, теперь Рогу значительно ослабили, уменьшили ловкость. Что скажется на скорости передвижения? Скорости анимации атак более чем в два раза уменьшили длительность, невидимость и многое другое. Надо ли говорить, что разбойник был моим основным классом? Рога был удобен тем, что он работал, что называется, из коробки. Да, снаряжение могло усилить его очень значительно, но тем не менее, это был тактический персонаж, играя за которого, по крайней мере по моему опыту, новичка нужно было думать и рассчитывать удобный момент для атаки и пути отступлений, если что-то пойдет не так. То есть, это не был имба-класс, опять же, с точки зрения новичка, у которого нет времени на регулярные многочасовые стримы. Может у кибератлет иначе, это субъективное. Часто кибератлеты достойно принимают обновления, так как они фармят рейтинг, им некогда заниматься всякой чепухой. Высасывайте с пальца, к чему бы прицепиться, чтобы хайпануть. За Рогу для эффективных уклонений и ПВЕ тебе нужно было знать мувсеты мобов, в то время как тому же волшебнику или рейнджеру для начального фарма знать все это было вовсе не обязательно. Разбойник был и остается очень тонким классом ближнего боя, буквально на 1-2 удара, поэтому цена ошибки, в отличии от того же варвара или файтера, слишком высока. Ты должен мыслить тактически, а не тупо рашить при любой возможности. Так вот, обидно ли за класс Роги? Ничуть. Да, класс ослабили, но в предыдущем видео я говорил, что так и будет. Время от времени разработчики будут проверять ту или иную гипотезу, игра только-только вышла в ранний доступ. Это абсолютно нормально и как вы видите, даже несмотря на то, что напрямую сильно пострадал мой класс, меня это не расстраивает. Во-первых, возможно научусь играть, что называется, с тем, что есть. Во-вторых, если действительно играть будет невозможно, это отличная возможность, чтобы взять передышку и попробовать другие классы, так сказать, изучить своих оппонентов на будущее. Потому что есть вероятность, что спустя какое-то время в классе разбойника вновь что-то поменяют. Еще давно я показывал огромные массивы статистических данных, которыми оперируют разработчики. В своих решениях они руководствуются именно этим. Это математика. Я хочу, чтобы игра развивалась и понимаю, что для этого нужно что-то менять. Нужны эксперименты, тесты. Как говорил ученый, я не ошибся тысячу раз, а нашел тысячу неверных способов решения. Так и разработчики со временем будут накапливать опыт решений, чтобы в конечном итоге, в будущем, всем нам было интереснее и приятнее играть. То же самое до сих пор делают разработчики доты и многих иных соревновательных мультиплеерных игр. Они продолжают изменять устоявшихся персонажей и мету, потому что остановиться для них значит достигнуть идеала, а он, как известно, недостижим. Остановиться равносильно остановке в развитии. На самом деле это не выгодно даже тем токсикам, что хайпуют и строгая желчь. Но их маленький мозг слишком занят мыслями о том, что плохо в соседнем ухоженном огороде, в то время как собственный полон сорняков. В общем, любые новые классы и прочее-прочее будут подвержены изменениям. Это абсолютно нормально. Тем более сейчас, когда игра еще в зачаточном состоянии. Для меня это даже не пролог. Сколько лет развития у того же Таркова? Означает ли все, что я сказал, что любые действия разработчиков будут правильными? Конечно же нет. Поживем, увидим. Однако пока что все идет так, как и должно.